привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и я его автор и ведущий олег сегодня тема нашей передачи будет ответ на письма потому что накопилось очень много писем судя по этим письмам я смотрю у нас произошел всплеск людей которые приобрели щенков новых подписчиков которые может быть ленится может быть неправильно понимают те мои уроки которые я уже собственно говоря показывал и недавно значит буквально на днях мне девушка прислала письмо видео письмо такое сначала был вопрос у нее как правильно кормить щенка я попросил ей ну-ка иди отсюда попросил ее чтобы она прислала мне видео хотя бы на мобильный телефон потому что когда вы описываете ситуации вы лучше посмотреть чем сто раз услышать лучше один раз увидеть вот поэтому я попросил ее как она прислать видео каким образом она кормит скажу сразу у нее значит порода хаски когда она прислала мне это видео в своем вопросе она в своем письме она говорила то что она пытается стать вожаком для двухмесячного щенка и что вот здесь будет ссылочка о том как правильно кормить собаку значит ну я там показывал на на примере акбара до который воспитан который умеет уже что прямой взгляд глаза но не буду повторяться посмотрите это видео поймете все и девушка тоже пытается как бы доминировать и пытается накормить своего щенка но то что она показала честно говоря вызвало у меня непонимание абсолютное непонимание я так пришел к выводу того неужели я учил именно этому то есть девушка там конкретно зажимает собаку собака скулит пищит выражает всяческое негодование очень сильно хочет кушать а хозяйка и удерживает причем удерживает конкретно прям зажимает нет этого делать не надо ни в коем случае тем более с щенком то есть очень сильный инструмент когда вы кормите животное то есть через вот именно через кормление вы подтверждаете свой статус вожака ну здесь вот сразу я хочу сказать что отношение к щенкам у вас не должно быть такой вот я тут здесь главный там и так далее то есть вы должны быть главным с пониманием того что вы человек великодушный перед вами вы понимаете прекрасно что перед вами находится маленький маленький щенок которого нужно научить воспринимать эту жизнь и научить через ваше восприятие через призму вашего взгляда именно жить по вашим именно правилам то есть вы должны великодушно прощать какие-то вещи именно учить но 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 не раздражаться при этом и я сто раз всем говорю что именно в воспитании партнера вы же партнера себе воспитываете товарища то есть собака друг человека является так ну и воспитываете себе друга то есть не никакого-то подчиненного вы начальник да такой вот прям весь начальник да а перед вами такой весь весь такой зажатый подчиненный нет вы партнерские отношения строите поэтому когда вы начинаете именно вот доминировать сильно доминировать этого делать не надо то есть собака это является проекцией человека то есть все ваши хорошие нехорошие качества они проецируются именно на вашем животном поэтому не надо относитесь собаки как человек который знает все умеет все и учит свое животное жить в этом мире то есть вот вот такой вот вот с таким вот отношением вы должны сразу же подходить к животному вот не больше и не меньше значит что касается кормления щенков здесь ну что я могу сказать вот смотрите хаски да ну во первых это уже это не то не служебная порода какая-то то есть вожаком для нее да вы станете вожаком но не надо требовать именно таких пород да ну то есть это же не немецкая овчарка то есть которая создана для того чтобы служить человеку а хаски это ездовая сибирская порода то есть она создана для того чтобы жить в стае таскать у нее очень сильно много вот этого вот энергии которые нужно выплескивать это все нужно учитывать ну и так хватит разговора давайте я примерно вам покажу каким образом вы должны можете стать вожаком и каким образом нужно кормить щенка и в то же время не 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 так вот доминировать над ним а в то же время учить его сейчас я познакомлю вас со своим новым хвостом который приехал собака нас светлана анатольевна привет тебе это хозяйка которая нам дала этого щеночка зовут ее герда и вот сейчас на примере герда мы поставили прививки мы находимся уже в вольере уже как бы и вот попытаясь вам показать не так поехали и